Новое видео выходит каждый день в 20.00 Всем научным термином называется рефлексия какая-то или вроде того и вот я постоянно нахожусь в раздумьях насчет тех или иных вещей и вот сегодня я как раз таки поговорю с вами об одной такой вещи и вполне возможно что вы где-то от меня это уже как я уже и говорил могли слышать но вы знаете скорее всего в те разы в которые вы это могли слышать я это как-то просто вот так вот вкинул просто сказал вот держите я вот это вот так делаю и вот все такое и как-то особо не углублялся в понятие в то вообще откуда это все произошло в то как это вообще все прородилось и так далее и я считаю это таким знаете ли этаким неуважением к людям которые давно следят за моим каналом каким-нибудь там знаете ли спонсорам которые там я не знаю ежемесячно оплачивают спонсорскую подписку на мой канал и смотрят сюжеты одними из первых там буквально где-то там за 10 бывает за 8 часов до начала там знаете ли официального какого-то видеоролика до официального показа всем остальным людям спонсоры вот за все это длительное время смотрят вот то есть как только вот я отснял то есть там даже еще никакого описания никаких тегов ничего нет просто есть одно голое название и то есть чтобы человек плюс-минус понимал о чем вообще будет видеоролик и просто вот спонсоры в таком раннем доступе все это могут смотреть и вот сейчас до какого-то там 20 какого-то ноября действует акция что вы можете купить спонсорскую подписку за 49 рублей получить доступ ко всем сюжетам если вы посмотрите там как бы в правилах функциях в бонусах спонсорство то такое идет только от 249 рублей но в честь а самого первого спонсора blu-ray я решил что нужно как бы сделать такой подарок как бы смотивировать смотивировать людей как-то вот на спонсорские подписки на все прочие вещи и так далее поэтому черт с ним как бы за 49 рублей вы сможете смотреть видеоролики одним из самых первых там на 10 там на 15 на 24 часа раньше возможно и так далее и сам по обзорам кстати это тоже работает то есть спонсор смотрит сам по обзор на месяц раньше официальный пример то есть возможно вы сейчас смотрите это видеоролик какой-нибудь там знает знаете ли спонсор уже смотрит сам по обзор но вы об этом никогда не узнаете пока соответственно купите вот эту вот самую спонсорскую подписку ладно я думаю что я как обычно затянул с долгим вот его знаете ли вступлением обычно я всегда хочу сделать какую-то очень такую знаете ли небольшую водную часть просто подводку такую сделать чтобы а люди примерно поняли о чем будет этот видеоролик как-то их заинтриговать по итогу все удержание после какой-нибудь там я не знаю 2 3 4 5 минуты она уже все сбивается и люди то есть до конца не досматривают до той темы ради которой они вообще зашли на данный видеоролик и но это меня немного утручает наверное мне нужно как-то более эмоционально говорить как-то более как конкретнее быть конкретизировать некоторые понятия некоторые примеры и как-то вот я не знаю делать какие-то перебивки да я уже об этом думаю чтобы время какого-то там официального моего монолога были перебивки на кинскетч я не знаю я об этом подумаю еще как все это можно реализовать то есть для каждого нового ролика снимать скетч но у меня бы они тогда выходили блять я не знаю раз в два раз в три дня а так мне нужно их выпускать каждый день поэтому ну в общем я не знаю ладно это тема для отдельного ролика это таки знаете ли мои внутренние рефлексии какие-то где я там рассказываю самому себе анализирую свои действия и в общем-то так далее так вот основная тема данного видеоролика это вот прям меня окончательно доебал то есть один какой-то знаете вот как в сам ютубе происходит какой-то один несусветный просто долбоеб в очках сказал там чё-то и все подхватили и все как один начали об этом обо всем говорить об этом как-то тиражировать и при этом он даже не вкладывал какой-то такой знаете ли какой-то такой особый смысл какой-то особый посыл он в это не вкладывал но а тем не менее долбоебы все это с хавали а все это потому что вот тут кто вкинул эту инфу является малолетним дебилом потому что он вот он обладает такой вы знаете ли влиятельностью на какой-то медиа свой ресурс на людей вот то есть он может влиять на подсознание людей при этом он как-то ну вообще не задумывается о том какая власть ему дана и что он вообще со всем этим может делать но ладно ладно мы уже не уходим немного а не в те дебри и вот есть одно такое знаете ли самое популярное заблуждение что допустим какой-нибудь проект он как бы может поднять ютубер и может его опустить да я могу с этим согласиться в некотором роде встречаются примеры того как люди там снимали на одном серваке все у них было плохо перешли на другой сервак все стало у них как-то получше но не на особо лучше это стало то есть если не харизматичный просто долбоёб который а пришел сюда пофармить денег потом купить себе машину и таксовать в реальной жизни на а хиндай солярис но это это понимаете ли просто в чем дело просто но я не знаю вот такие люди они хоть на какой проект они пойдут то есть полная хуйня а человек харизматичный он блять из говна и палок вам соорудит такой контент что вы блять охуеете просто и вот а все это будет в сампе таких к сожалению нет ни одного человека не могу сказать который бы из говна и палок смог что-то соорудить а чаще всего они такие блин мы очень зависимы от сервера и действительно такое бывает но меня вот просто поражает знаете ли тот факт когда человек допустим записывает какие-то разговорные видеоролики на фоне какого-то геймплея где он катается там на машинке на мотоцикле там я не знаю плавает на лодке по вот этим знаете ли штатом гтс андрессона и так далее и просто знаете и говорит ебать вот на этом проекте мне блин вот снимать знаете ли хуево он тянет меня на одну а вот на том проекте все будет нормально и наверное самый дебильный пример из вот всех этих примеров это андрео сука разумеется он как бы в точности как я говорил он так не сказал он примерно то есть намекнул большинству людей о том вот о чем я вам уже говорил мол блять вот раньше когда я приходил на аризону аризона была говном а вот сейчас то есть она стала топ-1 проект в сам там 10 игровых серверов онлайн 10 тысяч человек ежедневно и просто некуда стремиться ну и что и говно просто говно а все это почему а потому что самперы они постоянно вот пытаются какие-то все свои действия оправдать если не сами в глубине души уже понимают что они конченые лютейшие пиздоболы и стараются вот это вот всячески как-то вот я там не знаю оправдать да то есть я перешел на проект не потому что мне заплатили больше денег а потому что ну сервер стал слишком популярным слишком жестким производство обновлений наладилось каждый месяц они выпускают обнову нет я так не хочу я хочу чтобы обновы выходили раз в год чтобы на сервере играло стабильно 500 человек там знаете ли на восьми серверах в сумме и чтобы все это было вот примерно как-то вот так вот я не понимаю просто вот хочешь перейти на другой какой-то проект скажи об этом блять в чем проблема ладно ладно мы опять немного в данном случае отвлекли отвлеклись от темы и так далее просто вот там дапа да был вот когда-то очень давно там на основном канале задан семён у меня был ролик где дапа просто блять одной своей какой-то фразы порождал большое количество видеороликов большое количество всяких пупов лупов видео фейлов блять всего прочего говна и так далее то есть он как-то сказал что на сам пропе ютуберы умирают блять то есть реально вот был дала рэнди да пришел на сам пропе все это стал барон гейм коронас все был там какой-нибудь я не знаю андрей сукры пришел на сам пропе все стал каким-нибудь там я не знаю санцетом да или чё-то наподобие то ну вот чё-то такое он сказанул и вот большинство там а сказал что да на сам пропе ютуберы умирают ебать какое же сам пропе говнище блять там в то время снимал андрюха кевский у которого что сейчас статистика неплохая что тогда была неплохая и вот просто я вот не понимаю в самом деле неужели кто-то в 2019 сука веке до сих пор думает что вот блять у нас блять в gta сам все у нас блять просто у них в gta самп сегменте вот просто сервер является решающим факт да нихуя блять делай контент и тебя везде воспримут нормально и ты везде обретешь славу популярности которые все сами так нарочито мечтают ну наверное брулев а какой-нибудь там об этом обо всем мечтать но я не знаю блять я вот знаете вот во многих роликах я просто говорю что я не знаю потому что я думаю ебать я запишу видеоролик там я не знаю на 3 на 4 на 5 минут по итогу вот все вот мои мысли они выходят минут на десять как бы мне же от этого лучше рекламы я больше что ли тем не менее мне это просто вот я не знаю вот просто вот я не как это все работает почему это так почему сампер вот даже в таких элементарных вещах которые казалось бы там я не знаю их как-то не осудят ничего такого плохого не будет просто они вот такую хуйню говорят ну вот почему это происходит мне непонятно и вот какой блять без разницы на каком-то проекте снимаешь если ты снимаешь говно хоть ты там блять на сам прп снимаешь говно хоть на аризоне снимаешь говно ты везде будешь говном снимаешься что-то охуительная блять ты без сервака буша хуенный можешь заходить на какой-нибудь там есть на тренинг на мой сервере лоды записывать там какой-то геймплей весь геймплей на вот эти вот все моменты и так же точно вставлять геймплей ничего не изменится то есть я говорю опять же очень странно очень забавно как-то все это слышите от людей которые даже ну не принимают какого-то особого участия в геймплейном сервере то есть многие могут сказать что вот допустим выходит какое-то обновление да и ты как какой-нибудь а маленький ютубер можешь заснять там какой-то обзор на это обновление одним из самых первых вот получить какую-то долю подписчиков какую-то долю просмотров популярности хайпа возможно какого-то да но понимаете ли в чем дело когда ты снимаешь на коммунике проекте по типу там я не знаю радмировали плей да на котором снимать не так уж и много людей то это ок да возможно тебе дадут выложить ролик там одним из первых все вот такое сделать но не факт опять же это все не факт а вот когда ты снимаешь такую нибудь аризоне да ты блять нахуй по идее не ну то есть есть люди которые заснимут ролик нет я не хочу ничего про аризона плохого сказать у них человеческое отношение ко всем но есть люди которые запишут ролик сделают ролик качественнее и соберут больше просмотров возможно не качественнее чем вы но они просто соберут больше просмотров и разумеется для аризоны будет приоритетнее первыми Отдать какой-то обзор обновлений именно им, чем вам Однако, то есть, ну тут опять же, кто быстрее сделает Я не знаю, как там работает этот тестовый сервер Как на него можно зайти, как там можно что снять Я это не знаю Возможно, в будущем мы это с вами со всеми узнаем Возможно, в будущем вы увидите меня там как какого-нибудь ведущего, да, на Arizona Games С моими дефектами речи и так далее Ну ладно, это не имеет особого значения В общем-то, я думаю, что вы меня поняли А если не поняли, то можете написать в комментарии, что-то спросить и так далее Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока